ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Определены 10 основных пунктов. Ильбасон Насултан Азарбаев обратился к народу с ежегодным посланием. Депутатский вопрос. Группа депутатов Можилиса парламента готова оказать содействие в решении некоторых наболевших вопросов жителей и трудящихся Алматинской области. На одни и те же грабли. Третий раз в фламе охватило торговый центр Карагаш. Обанкротились 28 предпринимателей. Кто виноват? Борьба за интеллектуальное первенство. 800 школьников Алматинской области состязались по 13 основным наукам. Победители будут отстаивать честь ЖТСУ на республиканском конкурсе. Память о великом человеке. Ежегодно 12 января общественной страны вспоминает выдающегося политика Данмухаммеда Кунаева. Отдать дань уважения великому государственному деятелю на мероприятие в Талдыкургане пришли ветераны и молодежь. Главная новость недели. В минувший вторник президент Казахстана Нурсултан Азарбаев обратился к народу с ежегодным посланием. Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции. Именно так называется программный документ, где Эльбаса четко обозначил 10 приоритетных направлений развития страны в 2018 году. В своем выступлении глава государства рассказал, какие перемены ждут страну. При этом акцент поставлен на внедрение цифровых технологий. Все это ведет Казахстан к вхождению в число лидеров нового мира. Для этого необходимо сконцентрироваться на решении следующих задач. Во-первых, индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий. Здесь необходимо разработать современные инструменты, направленные на модернизацию наших предприятий. Во-вторых, стоит обратить внимание на дальнейшее развитие ресурсного потенциала. Важно повысить требования энергоэффективности и энергосбережению предприятия. В-третьих, глава государства поручил увеличить в течение пяти лет производительность труда ВПК и экспорт переработанной телехозпродукции как минимум в два с половиной раза. Приоритет дается умным технологиям. Четвертое – повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры. Внедрение современных технологий в строительстве и коммунальном секторе – пятая задача. При выполнении данного пункта важно применять новые методы строительства. Современные материалы – принципиально иные подходы в проектировании зданий. Требует перезагрузки и финансовый сектор. Седьмое – человеческий капитал – основа модернизации. Ряд новшеств внедрят в дошкольном, среднем и высшем образовании. Усилят управление общественным здоровьем. Эффективное государственное управление заняло восьмую строчку в стратегическом документе. Будет продолжена в стране перевентивная борьба с коррупцией. И последняя задача – в Казахстане необходимо сформировать эталонный стандарт – смарт-сити. И начать распространение лучших практик и обмен опытом между городами. Подчеркнул Ельбаса. Сегодня человечество вступает в эпоху новой промышленной революции. Современные технологии меняют мир. Глобальные технологические двигатели несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш с вами исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30 наиболее развитых стран. Ежегодное послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях четвертой промышленной революции. Я вижу 10 основных задач, которые нам предстоит реализовать. Между тем, правительство Казахстана обсудило и уже приступило к реализации послания Ельбаса «Четвертая промышленная революция». Глава Кабмина Бахачан Сагентаев обозначил ряд задач перед министрами и акимами областей. Установил приоритеты по всем 10 пунктам главного стратегического документа. На первом заседании правительства в новом 2018 году были определены конкретные работы, которые необходимо реализовать в ближайшей перспективе. Первый приоритет касается индустриализации и внедрения новых технологий. В этой части министерству по инвестициям и развитию поручено разработать новые инструменты, направленные на модернизацию и цифровизацию отечественных предприятий. При этом упор делать на экспорт продукции. Также ведомству необходимо разработать проект госпрограммы третьей пятилетки индустриализации. И внедряя процесс цифровизации экономики, необходимо особое внимание уделить вопросам занятости, отметил премьер-министр. Министерство труда и соцразвития совместно с акиматами и заинтересованными министерствами оценить риски и усвобождения работников в связи с цифровизацией экономики, определить согласованную политику по трудоустройству высвобождающихся работников, в целом форсировать работу по перетокам трудовых ресурсов, ответственный министр Дюсенова. Вторая задача послания главы государства о дальнейшем развитии ресурсного потенциала, в связи с чем глава Кабмина поручил Министерству энергетики и Акимам регионов разработать дорожную карту по созданию системы современной утилизации и переработки твердобытовых отходов. На ее создание дается месяц. По третьему направлению даны поручения по развитию агропромышленного комплекса страны. До 1 марта внести конкретные предложения для усовершенствования госпрограммы. Совместно с Министерством образования и науки Акимам областей пересмотреть роль аграрной науки и аграрных университетов, основной задачей которых должен стать трансфер и адаптация современных знаний и технологий. Совместно с Акимами регионов в месячный срок представить концептуальные подходы по развитию и мерам поддержки сверхозкооперации. Совместно с Министерством по инвестициям и развитию и Национальной палатой предпринимателей Атомикен в месячный срок провести отбор стратегических ниш на международных рынках для продвижения отечественной продукции, в том числе под брендом «Сделано в Казахстане». Конкретные задачи поставлены и перед Министерством сельского хозяйства. Обеспечить населенные пункты и отдаленные села качественной питьевой водой, на что должно быть выделено из всех источников не менее 100 миллиардов тенге. Также в своем послании глава государства отметил о необходимости развития строительства, а именно увеличить объемы жилищных застроек, чтобы обеспечить нуждающихся в жилье. Правительство в короткие сроки должно подготовить специальный план для реализации этой непростой задачи. Немало возложенных дел и на Министерство здравоохранения. Ускорить внедрение электронных паспортов здоровья, обеспечить онлайн-доступ граждан к информации о состоянии своего здоровья и расширить возможность получения медицинских услуг посредством новых технологий. Ряд поручений дан и по социальному блоку. С 1 июля этого года изменяется система назначения базовой пенсии. Все органы соцзащиты должны оказывать максимальное содействие нашим гражданам в легализации своей трудовой деятельности. В этой связи поручаю Министерствам труда, финансов и национальной экономики и институции проработать вопросы законодательного закрепления норм по своевременному введению в госпособие для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетним инвалидом первой группой с детства. А также вопросы в системе социального страхования по усилению взаимосвязи между трудовым стажем и размерами выплат. Таким образом, премьер-министр Бахаджан Цагентаев дал ряд конкретных поручений ответственным лицам по каждому пункту послания президента, а также призвал министров и Акимов к слаженному, своевременному и качественному выполнению определенных главой государства задач. Эльвира Аликер, Важасулан Шенкенжи, телеканал ЖТСУ. Суть послания в регионах разъясняют мажористмены и партийцы. В настоящее время это их главная миссия. На неделе Алматинской области с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя партии Нрутан Мухтар Кулмухамед. Столичный гость ознакомился с промышленным сектором ЖТСУ на примере ряда предприятий Карасайского района. Каких успехов сегодня достиг регион, расскажем в следующем материале. Традиционное послание главы государства открывает новые возможности дальнейшего развития агропромышленного комплекса. Приоритетного внимания требует внедрение умных технологий. Это станет верным решением для рывка в развитии данного сектора, отметил первый заместитель председателя партии Нрутан Мухтар Кулмухамед. Так ярким примером модернизации АПК является предприятие Алмата-Унамдера. Оно выпускает 150 видов кондитерских изделий. Производственная мощность предприятия – 13 тысяч тонн продукции в год. Для изготовления печенья, вафель и карамели применяется отечественное сырье. Ознакомившись с технологическим процессом Алмата-Унамдере, столичный гость поставил перед руководством цеха еще одну главную задачу президента. Продукт маркировки, сделанный в Казахстане, должен стать узнаваемым в мире. Казахстан выращивает различные сельскохозяйственные продукты, производит зерно. Это известно всем. Теперь мы ставим перед собой еще одну важную задачу – перерабатывать сырье и выходить на мировые рынки с высококачественной готовой продукцией. Для этого надо увеличить количество промышленных предприятий. Посетила рабочая группа завод Алматы-стекло. Сегодня он является конкурентоспособным и перспективным предприятием не только в Казахстане. 120 миллионов единиц стеклотары и декоративных бутылок ежегодно отправляются в Россию, страны Прибалтики, Киргизию, Турцию. Расширить ассортимент выпускаемой продукции специалистам помогают современные станки. Если мы раньше Алматинскую область рассматривали как в основном аграрный регион, то за последнее время в результате новой индустриализации регион уже превращается в аграрно-индустриальный регион. Объем выпускаемой промышленной продукции в прошлом году составила уже 750 миллиардов тенге. Только на одной промышленной индустриальной зоне, где мы сейчас находимся, открыто 17 новых предприятий. Поэтому глава государства ставит новую задачу не просто модернизировать страеры, а строить такие новые предприятия, которые в основном будут конкурировать с аналогичными мировыми предприятиями. И в этом отношении Алматинская область сделала очень большой прорыв. В ходе рабочей поездки партийц посетил и культурные объекты Карасайского района. Мемориальный комплекс Батар-Бабалар и музей первого президента Томикен возведены в рамках программы «Рухани-Жангру». В них хранятся истории, традиции и успехи нашей страны. Асем Кощеголова, Жазира Исаева, Ирбул Атантелов, телеканал ЖТСУ. Третья задача нового послания – умные технологии. Шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса. Этот пункт крестьяне Алматинской области воспринимают как хорошую новость. Мнение работников сферы сельского хозяйства Куксуцкого района узнавала Гульназ Мустафа. Один из тех, кто досконально изучил послание главы государства, заместитель Акима Куксуцкого района, Нурдаулет Кененбаев. Он курирует сферу сельского хозяйства региона. Поэтому содержание послания для него – как инструкция для дальнейшего развития отрасли. Глава государства поставил несколько задач. Одна из них – внедрение новых технологий в сферу сельского хозяйства. В районе на сегодня функционирует более 700 крестьянских хозяйств, которые готовы к любому процессу развития. И выполнению поставлено главой государства задач, говорит Кененбаев. Я ли вас четко обозначил, что агропромышленный комплекс без внедрения новых технологий, новых инновационных проектов не может дальше так успешно развиваться. Внедрение новых технологий в первую очередь оказывает положительное влияние на его себестоимость, то есть снижение себестоимости и увеличение его конкурентоспособности. С применением умных технологий, о которых говорится в послании, начал свою деятельность руководитель крестьянского хозяйства Рахимов. Благодаря роботизации всего процесса на крупной молочно-товарной ферме района, где содержится более 330 высокопородных коров молочного направления, работают всего 25 человек. Весь процесс содержания полностью автоматизирован. Каждая корова за сутки дает в среднем 35 литров молока. Именно опыт и знания инженера-программиста позволили создать такой выгодный бизнес. Делится с нами руководитель хозяйства Рахим Каримов. Всего мы достигли за счет того, что мы применили современные передовые новые технологии, а именно роботизированное доение, кромление и содержание. Без этой автоматики мы просто таких результатов не достигли бы, без этих роботов. Это раз. И во-вторых, мы, допустим, сейчас у нас на ферме работает в общей сложности 25 человек, то нам нужно было бы на такой проговоре около 80-100 человек, наверное. Это говорит о том, что выросла сама производительность труда на одну тонну выпущенной продукции. Меньше человека затрата, ну, идется у нас человека затрата. Соответственно, это влияет на себестоимость продукции. Одна из задач, поставленных главой государства в АПК – создание кооперации. Укрупнение мелких хозяйств повлияет на успешное развитие сельского хозяйства. Услышав о таких новшествах, молодой предприниматель Махсат Абдрахманов обратился в местный Акимат, чтобы узнать подробно, в каком направлении необходимо развиваться его семейному подрядному хозяйству. Я ознакомился с кооперацией, правилами. Оказывается, субсидии можно взять. Для этого надо, оказывается, крупного будет. Объединяться надо всем. Ну, мы готовы. Будем работать на этом. В дальнейшем думаем расширяться, нанимать работников. Если вот трактор возьмем на субсидии, можно вот тракторизовать взять. Именно так послание президента открывает новые возможности, как для начинающих крестьян, но и для уже состоявшихся хозяйств. А внедрение умных технологий привлекут в эту сферу молодых людей. Глава государства ставит высокие задачи перед агропромышленным комплексом страны повысить производительность труда в предстоящей пятилетке два с половиной раза. В выполнении этих задач умные технологии должны сыграть свою особую роль. Многие народные избранники сейчас находятся в командировках. В Алматинской области депутаты межилиста парламента встретились со своими избирателями и общественностью региона. Их главная цель – ознакомиться, как на местах реализуются государственные программы. Ну, а у ЖТСУСов есть возможность спросить депутатов о наболевшем. Новостройка в микрорайоне Болошак. По плану дом должны сдать в апреле текущего года. И 64 семьи должны получить новые квартиры по госпрограмме. Однако подрядчик уже отстал от графика, но обещает поднажать и успеть к сроку. Депутаты проинспектировали объект и остались довольны увиденным. По этому объекту на 20 дней опаздывают в общей сложности сдачи. Но я так думаю, сейчас зимний период, весной наверстает. В апреле месяце они обещают сдать 100% в этот объект. Самая основная задача – это по Нор-Лежер. Нор-Лежер – как работа проводится, какие объекты сданы, какие проблемные объекты. В общей сложности идет осмотр. По всем районам практически проехали. Вот сегодня мы находимся в городе Талдукурган, объект, который сейчас мы присутствуем. По срокам, по которым, сколько суммы было выделено. В общей сложности Алматинская область занимает четвертое место по всем регионам, по сдачам, именно по программе жилье. Положительная динамика мы видим, в принципе, практически. В Алматинской области также активно реализуется государственная программа «100 школ, 100 больниц». Проблема с трехсменным обучением решена почти полностью. В ауле Жанаш-Аруа, имбекши Казахского района, сдали новую школу на 120 мест – спортзалом, столовой, спецкабинетами для уроков информатики, химии и иностранного языка. Работа на местах проводится, новые школы вводятся в эксплуатацию. Вот эта школа не исключение. С сегодняшнего дня дети завтра придут уже первый день в эту школу. Абсолютно новая школа. И таких школ в области очень много, чему я очень, несказанно, рада. И это все реализация политики главы государства, это все реализация всех этих программ. И как в Рухани Жанру сказано, что первое – это все-таки воспитание детей и образование, культ образования. Это наше будущее. Встреча с избирателями – это возможность узнать, как живут казахстанцы, в чем они нуждаются. На прием к депутату Мажелиса Абдиманапу Бектурганову в Искельдинском районе пришла и семья репатриантов. Асет Тусип с супругой и пятью детьми вернулся на историческую родину в 2014 году. По закону репатрианты должны получить гражданство в течение года, иначе лишаются статуса уралмана на пять лет и приравниваются к иностранцам. Что и произошло с семьей Асета Тусипа. Мужчина просто не смог собрать нужные документы. Народный избранник пообещал разобраться в ситуации и помочь людям обрести родину официально. В Искельдинском районе проживают 34 репатрианта, которые переехали сюда на постоянное место жительства. Но из-за незнания закона они не могут получить казахстанское гражданство. Что касается Асета Тусипа и его семьи, то их письменное заявление послужит основанием для депутатского запроса, с которым Ядали намерен обратиться в правительство. Думаю, мы найдем выход из этой ситуации. Депутат мажилиса парламента Марат Бопазов встретился с военнослужащими в Талдыкурганской авиабазе Житису Барысы. Как оказалось, защитники родины нуждаются в спортивном зале. Летом они занимаются на улице. А вот в зимнее время года для поддержания хорошей физической формы военным приходится ходить в частные тренажерные залы. Будет, значит, о совместной работе, значит, Министерства национальной экономики, Министерства финансов, Министерства, значит, обороны. Это своевременный вопрос. Этот вопрос не сегодняшний, не завтрашний день. Будем работать в этом направлении. Депутат также ознакомил военнослужащих с новшествами законе и посланием главы государства народу Казахстана. Ануар Амангельдинов, Абзал Нусипов, телеканал Житису. Еще о важном. Талдыкурганцы ощущают дефицит врачей. Сейчас в медучреждениях города работают около тысячи специалистов. Однако в связи с высоким демографическим ростом этого недостаточно. Учитывая тот факт, что в областном центре возводятся новые микрорайоны. Только сегодня в жилых массивах Булашах и Куктем проживают около 6 тысяч человек. Эта цифра скоро увеличится в разы. Руководство областного центра ставит задачу решить наболевшую проблему и улучшить качество медицинского обслуживания. Этой теме было посвящено заседание со специалистами лечебных учреждений. Подробнее в следующем сюжете. Численность населения Талдыкургана уже превысила 172 тысячи человек. За их здоровьем следят 66 медицинских учреждений. Однако, как отмечает заместитель Акима областного центра Марлен Кольбаев, проблема дефицита врачей в регионе остается актуальной уже многие годы. И это несмотря на достаточно большой выпуск специалистов мединститутами. Одним из основных целевых индикаторов государственной программы определено достижение уровня ожидаемой продолжительности жизни к 2020 году 73 года. По итогам 2017 года этот индикатор составил 72 года. Повышение уровня данного индикатора достигнуто благодаря положительной динамике основных показателей здоровья. Уменьшилась младенческая смертность с 10,6 промилле в 2016 году до 7,2 промилле в 2017 году. Материнская смертность в 2016-2017 году зарегистрирована по одному случаю в год. Во всех без исключения поликлиниках и больницах есть вакансии. Однако специалисты, приезжающие из других городов по госпрограммам, несмотря на выделяемое жилье, здесь работать не хотят. И при первой же возможности уезжают в другие регионы. В таким области ставят перед нами задачу о том, чтобы сделать именно здравоохранение города на сегодняшний день доступное, качественное, в первую очередь, качественное. Ну разве сегодня вот единственный вопрос, который на сегодняшний день и меня беспокоит, я только перед совещанием говорил, по нормативу на каждые 30 тысяч должно быть одного леклиника жителя. На сегодняшний день, будучи еще совместителем начальника управления, мы сейчас сделали три поликлиники по городу. То есть и распределили население, приписали к определенному участку, сделали три поликлиники, убрали детскую, детскую сделали отделением, насколько я знаю, я там посещал. В основном врачи предпочитают работать в частных клиниках, проще сказать там, где лучше платят. А в городских больницах медики выкручиваются как могут, работают на нескольких ставках и даже в нескольких учреждениях одновременно. Но строятся новые микрорайоны, численность населения растет. И для города один из острых вопросов – охват медобслуживанием жильцов новых микрорайонов Балашах и Коктем. Сейчас там проживают около 6 тысяч жителей. Мы сейчас строим в новом юго-западном жилом районе 230-квартирный жилой дом, строенный поликлиникой. Ну это не поликлиника, а, скажем, пункт первый, да, медицинской, да, санитарной помощи, встроенной женской консультацией на 1100 квадратов, которая по плану должна сдаваться в 2019 году. А два года что? Первый вопрос. Да, мы документально приписали население, разделили, но это же вопрос не решает. Ведь новый юго-западный жилой район предусматривает количество жителей до 50 тысяч. В перспективе. Два года назад там был пустырь. Сегодня вы видите, сколько там построено, все люди туда стремятся. Идет строительство порядка 14 домов там, Марленка Паши. И сегодня, я думаю, нам надо тесно работать, независимо. А пока выход один. Значительно ускорит процесс обследования и лечения. Этому в значительной степени способствует современное оборудование. Городские власти, помимо оснащения закупаемого на бюджетные средства, привлекают и частные капиталовложения. Так, бизнесмен Булат Утемиров передал коллективу перинатального центра сертификат на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких, который, по мнению специалистов, станет большим подспорьем в выхаживании недоношенных младенцев и нуждающихся в этом рожениц. Азад Джумаханов, Жаслан Чингиндженов, телекомпания ЖТСУ, Талдыкурган. Природный газ уже подвезен к шести тысячам домов толдыкурганцев. Из них две тысячи до конца нынешнего года начнут пользоваться благом цивилизации. Ольга Шпилева в числе тех, кто чей дом обогревается одним взмахом руки. В мнении толдыкурганки о плюсах и минусах использования нового для себя вида топлива узнали наши корреспонденты. Ольга Шпилева живет на улице Майстрюка. Улочка узкая и каждый год возникали проблемы с подвозом угля. Больший груз разворачивался с большим трудом. А сегодня настоящий праздник, говорит она. Сразу несколько домов подклютились к природному газу. В их числе и 60-летняя Ольга. Женщина живет одна. Использование природного газа разом решило практически все ее проблемы. Уголь покупали, ведрами носили, золу вытаскивали. Утром топили и вечером топили. Угля не было в этом году. Очень было плохо с углем. Пришлось покупать. Нам, пенсионерам, накладно. Денег, конечно, уходили все на уголь. Ну вот, когда уголь таскала, можно и упасть. И тяжело мне, вот, спина болит. И ради здоровья. Сейчас я просто вот утром встала и думаю, надо топить печку. А ее уже не надо, оказывается, топить. И я просто отдыхаю. Ну вот, мне нравится. У меня есть горячая вода. На плите тоже природный газ. Отапливаюсь природным газом. Горячая вода – природный газ. Это, ну, счастье нам просто. Батис Бейсимова также рада подключению голубого топлива. О преимуществах использования природного газа ей рассказали дети. И она сразу же решила подвезти его в дом. Тем более, что природный газ намного безопаснее газовых баллонов. Соблюдаем все правила техники безопасности. Мы для этого ставим сигнализаторы за газованность. После монтажных работ, получается, мы инструктируем оппонента. То, что есть сигнализатор загазованности. Он работает на метан при утечке газа. Он сразу же, получается, отключает газоснабжение от газового оборудования. Второе требование – мы обязательно предусматриваем вентиляционный канал. Так как газ легче воздуха, он, получается, при утечке газа, газ уходит через вентиляционный канал. Полностью газифицировать областной центр намерены до конца текущего года. А подключаться или нет, горожане уже будут решать сами. К сведению, в Талдыкургане самая низкая по республике цена на подключение. Около 5,5 тысяч за каждый погонный метр трубопровода. А стоимость одного кубометра – 36 тенге. Газопровода города Талдыкурган состоит из четырех очередей. Общая протяженностью 1370 километров. Закончены работы по первой очереди строительства газопровода города Талдыкурган. Ведутся работы по подключению абонентов. Работы продолжаются. Вторая очередь строительства газопровода города Талдыкурган охватывает в основном центральную часть города. Протяженность 270 километров. На сегодняшний день уже выполнено 180 километров протяженность газопровода города Талдыкурган. Пока подключено около 300 человек. Согласно плану, до конца года к голубому топливу подключат около 2000 домов Талдыкургана. Банковские кредиты, на которые приобретали товар и на что надеются, узнавал наш корреспондент. Гуляем же Ксимбаева еще пару дней назад считалась преиспевающим предпринимателем. Однако накоплений у женщины нет, все деньги были вложены в товар. Пожар уничтожил все ее вещи вместе с социальным статусом. Как теперь одевать, обувать и воспитывать 16-летнюю дочь, сокращается мать-одиночка. У меня сгорел товар на 7,5 миллионов тенге. Еще настолько же мы смогли вытащить оттуда. Но он потерял весь свой товарный вид. Пропах Гарю, измазалась сажей. Поэтому на него рассчитывать просто невозможно. Если не помогут, что мы будем делать? Пойдем на биржу труда искать работу. Их такие огромные кредиты не каждый сможет выплатить. У меня 4 миллиона тенге кредита не оплачено. Полный урон никто, конечно же, не будет возмещать. Но все же финансовая помощь нам нужна как никогда. Мы остались без средств к существованию. Хоть какие-то выплаты нас выручили бы. Карагаш говорит уже в третий раз. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Площадь возгорания составила 1300 квадратных метров. Благодаря слаженной работе спасательных служб, пламя удалось обузать и не дать распространиться дальше. Торговый центр занимает 12 тысяч квадратных метров. Увы, полностью сгорели 28 бутиков. И арендаторы лишились всех своих товаров. В момент пожара автоматическая пожарная сигнализация сработала. И модульные системы, имеющиеся на том, около 200 штук, марка «Буран». Тушение порошком. Она тоже там была в рабочем состоянии сработала. В связи с тем, что начало пожара с фасадной части, эта система уже была там бесполезна. Впервые Карагаш горел в мае 2008 года. Тогда спасти имущество не удалось никому. Причина – неосторожное обращение с огнем. Аналогичный случай произошел в 2015 году. Но тогда площадь возгорания была минимальная, к счастью. И вот пламя вновь охватило торговый центр. Сам объект застрахован, чего не скажешь о товарах арендаторов. Создана комиссия из представителей местной исполнительной власти и всех заинтересованных лиц. Эксперты должны установить причину ЧП. По предварительным версиям, это может быть неисправная электропроводка, либо нарушение техники безопасности, а может даже и поджог. Вообще у нас постоянный дежурный электрик находится. Все системы пожаротушения у нас все сработали. Хоть и говорят, что там была несработка, какие-то эти... Ну, насколько, как вся безопасность была соблюдена. Я даже не знаю, откуда что пошло, как он мог произойти пожар. Пострадавшие предприниматели решили объединиться, чтобы добиваться от банков отсрочки кредитов и, наоборот, получить новые займы. Необходима юридическая помощь для оформления необходимых документов. Самое главное – наставить на отсрочке кредитов без начисления пеней. Мы погорельцы Карагаша. Нам, конечно, очень тяжело. Вот. Понесли убытки. И сейчас мы находимся в таком состоянии, мы не знаем, что нам делать. Мало того, что не знает администрация, что делать. Почему? Потому что идет давление со всех сторон на Карагаш, на администрацию. Хотя, если разобраться, то не администрация поджигала, не мы поджигали. Ну, вот случилось такое, что случилось. Поэтому мы, конечно, хотим, чтобы органы, которые имеют возможность оказать посильную помощь предпринимателям, они были задействованы. Задействованы и действительно помогли. Возмещать людям понесенный урон в полной мере вряд ли кто будет. Пока достигнута договоренность с руководством Карагаша о сохранении прежних арендованных мест и установлении льготного периода аренды. На сегодня многие предприниматели, которые успели вытащить часть своих товаров, продают ниже себестоимости. Мы запланировали, в первую очередь, рабочие группы, первое заседание. Запланировано то, что мы, в первую очередь, будем проводить рабочие группы заседания с департаментом, комитетом, налоговым комитетом для установления сдачи отчетности, чтобы они учли момент, что у них пострадали, понесли ущерб. И, второе, это с банками, которые получили кредиты, чтобы они рассрочили кредиты. Вот такая сейчас работа ведется, но это работа только, это начало работы. Мы в будущем планируем дальше оказывать содействие нашим предпринимателям для восстановления какой-либо помощи оказать. Увы, статистика не внушает оптимизма. За несколько лет в Талткургане произошли пожары на нескольких крупных объектах с массовым скоплением людей. Это торговые центры Астана, ЖТСУ, Кирюэн, АЛМД, общественная баня АКСУ. Виной всему элементарное несоблюдение правил пожарной безопасности. Беспечность оборачивается трагедией. Чтобы избежать подобных ЧП, экстренные службы планируют усилить профилактические меры, проверить противопожарную автоматику, провести инструктор жизнь с предпринимателями. Также не мешало бы предпринимателям взять привычку страховать свой товар от подобных случаев. Однако это дополнительные расходы, которые никто нести не хочет. Завершилась областная олимпиада по общеобразовательным предметам. Организаторы отмечают рекордное количество участников. В состязании знаний приняли участие 800 учащихся школ области. Борьба за интеллектуальное первенство длилась два дня. Впрочем, стоит отметить и высокие показатели экзамена. Так, по итогам конкурса, лучшей олимпийской командой признаны ученики Талдукурганских школ. В тройку лидеров вошли учащиеся образовательных учреждений Ильицкого, Панфиловского районов и городов Капшагай и Текили. О высоких достижениях житусусских школьников в материале Эльвиры Ликеровой. Определить одаренных детей и оказать им поддержку – главная цель Олимпиады. В нынешнем состязании эрудитов приняли участие 800 учащихся средней школы и школ для одаренных детей из 16 районов и трех городов Алматинской области. Конкурс прошел в два этапа – это теория и практика. Соревновались ребята по 13 основным наукам. Не первый раз участвует в Олимпиадах ученица Талдукурганского лицея номер 24 Рината Имангалиева. Ее профильный предмет – основы права. Как говорит десятиклассница, в будущем она мечтает стать судьей и продолжить семейную династию. А победа в этом состязании – еще один шаг к поставленной цели. Этот год, 2018 год, начался с хорошим достижением для меня. Я очень рада. Эта награда, конечно, для меня очень высокая. Для меня это большая награда. Я очень благодарна. Все мои надежды, все надежды родителей оправдали – школы, лицеи. И в дальнейшем, я думаю, что это не моя последняя, конечно. В дальнейшем на Республиканской Олимпиаде я тоже уверена, что я займу призовое место и оправдаю надежду области. По итогам Олимпиады обладателями золотых медалей и диплома первой степени стали 50 учащихся. Второе место разделили 170 ребят. А тройку лидеров замкнули 280 старшеклассников. Оценивали знания школьников, преподавателей вузов, профессоры и кандидаты наук. Я участвую в различных Олимпиадах седьмого класса. Это все благодаря моим учителям, их труд. Но все-таки все усердия зависят и от ученика. Я рад, что я взял золото еще раз. Это часть моей жизни, и это помогает мне пройти международную Олимпиаду по информатике и продолжить мою Олимпиадную карьеру. Участники областной Олимпиады проходят специальную подготовку на базе сменной школы Даррен. Четыре раза в год на факультетах механики, математики, биологии, физики и химии. Казно имени Альфараби. Они могут проводить свои лабораторные занятия, благодаря чему занимают призовые места на республиканских и международных Олимпиадах. Благодаря организованным конкурсам управления образования Алматинской области мы можем отобрать высокоинтеллектуальных детей для подготовки в областной сменной школе Даррен. На этих конкурсах участники выполняют различного уровня задания, которые помогают нам определить их степень одаренности, а также в дальнейшем развивать их потенциал. Призеры первой степени областного этапа Олимпиады входят в сборную команду Алматинской области и защищают честь нашей области на республиканском этапе. Ежегодно, благодаря усиленной подготовке, наша команда завоевывает звание лучшая олимпийская команда республики. Победители сразу же начнут подготовку к следующему важному этапу состязания умов. Им предстоит отстаивать честь области на республиканской Олимпиаде. Которая пройдет весной в городах Атырау и Хустанай. Эльвира Лекерова, Харят Хастурганов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. На этой неделе в Талдыкургане прошло мероприятие в память о великом человеке. 12 января дата непростая. В этот день родился известный государственный деятель и выдающийся политик Данмухамед Кунаев. С именем легендарной личности связана целая эпоха. Он внес значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Казахстана. Ежегодно в этот знаменательный день общественность края ЖТСУ собирается у монумента Данмухамеда Хунаева. Ранним утром талдыкурганцы почтили память человека, отдавшего Казахстану более 40 лет жизни. И возложили цветы к подножию его бюста. Трижды герой социалистического труда, государственный и общественный деятель. Первый секретарь компартии Каза СССР. И это лишь малая часть его регалий. В годы его правления страна преобразилась. Были построены десятки городов, заводов, промышленных и оздоровительных комплексов. Имя Данмухамеда Хунаева вписано золотыми буквами в историю Казахстана. Народ всегда вспоминает, кто он. Он был великий, мудрый, преданный сын казахского народа. Кому подражало бы на сегодняшний день, действительно, каждый руководитель, его простота, его добродушие, его искренность и честное служение народу. Это многое значит. И действительно, народ чтит, помнит и будет еще долго-долго нести в своем сердце имя великого человека. Памятное мероприятие продолжилось в историко-краеведческом музее имени Мухамеджана Танышбаева. В честь 106-летия выдающейся личности в дар музею торжественно передали уникальную фотографию со студенческих лет Данмухамеда Хунаева. Исторический снимок долгое время хранился в семейном альбоме жителей Талдыкургана, супружеской пары Валерия и Людмилы Насыровых. На черно-белом фото изображены выпускники Московского института цветных металлов и золота. Как оказалось, отец Валерия учился на одном факультете с Данмухамедом Хунаевым. Эта фотография, ну, она у матери моей была. А мать умерла, а потом мы порядок наводили и нашли. Это же история нашей страны. Вот. И что она будет лежать где-то там? Вот. Пускай будет на обозрении. Пускай люди узнают, что Данмухамеда Хунаева учился в Москве в институте цветных металлов. Ну, такая фотография, конечно, релихетная, дефицитная. Она, может, и у Хунаева такой нет. Специальный уголок Данмухамеда Хунаева в историко-краеведческом музее был создан 4 года назад. Здесь хранится свыше 20 экспонатов. В основном это исторические фотографии. Сегодня их количество пополнилось еще одним уникальным снимком, по-новому раскрывающим личность человека-легенды. Эльвира Ликерова, Ержан Дуйсен, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Такими основными событиями запомнилась уходящая неделя. Встретимся на следующей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова